Губернатор Олег Королёв сегодня отчитался перед депутатами о своей работе за год. Доклад занял 45 минут. И редкий случай. Королёв совсем не использовал своих фирменных искромётных выражений. Если коротко, поработали отлично. В стране спад из-за кризиса у нас подъём. В целом социум Липецкой области развивался несколько, ну я не скажу, что диаметрально противоположным, а несколько в другом направлении, нежели вот эти тенденции. Вы видите вот на первом слайде, если объём промышленного производства в России упал и к уровню прошлого составлял 96%, то в Липецкой области округлённо 101%. Особая экономическая зона продолжит работу. Мало того, расширится за счёт Ельца. На промплощадке тракторного должно появиться производство. Регион становится крупнейшим производителем овощей. Но главное всё же – это создание хороших условий жизни для людей. И губернатор поделился разговором с мэром Липецка. Вот я Сергею Вячеславовичу Иванову говорю, Сергею Вячеславовичу, если выполним, а может зря я этот секрет рассказываю, ну ладно, расскажу. Если выполним одну задачу, из двух городов сделаем один, памятник вам поставят. Зал застыл от неожиданности, но интрига держалась недолго. Королёв имел в виду только то, что Липецк как в центре, так и на окраинах должен быть одинаково благоустроен. Потом перешли к вопросам от каждой фракции по два. И ответы порой поражали своей философией. СССР вспомнили о трагедии в стиле Гнилуши. Там в многодетной семье погибла приёмная девочка. Сейчас идёт следствие. На ваш взгляд, всё ли в Липецкой области сделано на уровне законодательной власти, на уровне исполнительной власти, чтобы обезопасить таких детей? Я отвечу, к сожалению, плохо. Я иногда священнослужителям говорю, почему вы так быстро отпускаете грехи? Так, всё, покаялся, давай иди. А везде так отпускают эти грехи. Почему он, если он пришёл, голову наклонил, ему всё простили? Почему? А ты поговори. ЛДПРовцы пытались открыть королёву глаза на факты коррупции в Ельце. Единороссы интересовались развитием особых экономических зон. А коммунисты традиционно не нашли в докладе губернатора позитивных моментов. Татьяна Гермишина, Вадим Гупанчук, ТВК Новости.